Всем привет, мои хорошие! С вами Кэмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет влог, мне надо быстро снять начало, потому что мы уже уходим. Моего двойного брата сегодня день рождения, и я вас беру с собой. Я очень надеюсь, что вам понравится. Вот как я не люблю, когда... Когда меня предупреждают очень поздно. Смотрите, у меня бардак в комнате. Я сейчас со скоростью света просто начинаю одеваться. Что со светом? Так, ждём лифт. А я отечерила, куда нет? Вот, вот, вот. Нет, нет, ни в коем случае. Говорят по-английски. Говорят по-английски. Говорят по-немецки. Мы уже на улице. Так, всё, мы уже на месте. Тут накрыто поляна. Все мои блюда рекламируют. Она говорит, в течение вечера все мои блюда рекламируют. Хорошо, это всё приготовила. Парванет. Ну ты мне завернёшь, да, я думаю? Реклама же всё-таки. Смотрите, что я здесь нашла сиреней. Как я люблю этот запах. Так классно они пахнут. Я, если честно, голодная просто как волк, но правила этикета мне не позволяют. Просто наброситься на еду. Тебе можно. Тебе всё можно. Пошли. Да. Да, конечно, конечно. Тогда давай набросимся. Да. Я здесь нашла себе местечко, где я могу здесь полежать. В такой вот уютной обстановке. Вообще очень люблю комнаты, где такой детский дизайн. У меня у самого такая розовая комната. Кто не видел, обязательно смотрите видео. Давайте вам покажу ещё потолок. Здесь вообще потрясающий просто потолок. Мой дверный брат сам всё выбирал в этой квартире. Я, кстати, заметила, что вам очень понравился блог, где моя семья, поэтому я буду чаще снимать и показывать своих родных улицких. Вот так вот выглядит комната. Она, правда, не очень большая, но, несмотря на это, очень интересный такой орнамент. Такая бабочка. Мне кажется, очень оригинально смотрится и в тему как-то. Здесь такие интересные часики, но дальше не буду вам, в принципе, снимать. Там уже понятное дело. И здесь такие кроватки для детей. Я, значит, уже вышла. Правда, здесь в подъезде плохое освещение. Говорят, что на улице просто ливень. Ужасный просто дождик, поэтому мне дали вот такой вот зонтик. Я, если честно, думала, что они прикалываются, потому что в Азербайджане, когда бывает маленький такой дождик, все говорят, что на улице град, ливень. Как-то не знаю, ветерочек легкий. Говорят, что на улице ураган. Поэтому я думала, что они преувеличивают, но оказалось, нет. Слава богу, я живу очень-очень близко, буквально 3 минуты ходьбы пешком. Можно сказать, что мы соседи. Прошло уже, наверное, дней 5 с момента того, как я начала снимать этот влог. В одно время я запустила, решила, что нет, влоги я больше не буду снимать. А потом увидела в комментариях, что вы очень ждете видео именно про покупки, влоги, как я иду куда-то. И я решила возобновить эту тематику. Вы знаете, что я очень трепетно отношусь к своим зубкам. И даже я носила брекеты 3,5 года. И после этого выбор щетки, выбор зубной пасты и вообще даже стоматолога для меня является каторгой. Если вы не смотрели мое видео, то обязательно смотрите. Я рассказывала, что у меня был ужасный опыт с одним из стоматологов, хотя у него была клиника. Ну, в общем, об этом можно говорить очень долго. Лучше всего посмотрите просто это видео. И мне предложили прислать на обзор вот такую вот щеточку. Щетка бренда Hapika. Выглядит она вот таким вот образом. Розовенькая, такой же чехольчик. Я, если честно, особых таких, знаете, надежд на эту щетку не возлагала. У меня никогда не было электрической щетки. И я сейчас поняла, что очень даже зря. Я просто в восторге. Каждый день, утром и вечером, я очищу зубы именно этой щеткой. Она очень удобная в использовании. Она миниатюрная. Ее можно брать с собой. Еще плюс такой чехольчик. Там есть огромное разнообразие щеток. То есть вы можете купить специальную для брекетов. Купить в голубом футляре. То есть выбор большой. Ссылка будет в инфобоксе. Заходите, выбирайте себе щеточку. Также ее можно купить просто на подарок, например, своему парню. Вы не знаете, что ему подарить. Идеальный вариант. Вот такая вот зубная щетка. Она вот здесь вот включается. Вот таким вот образом. И такими массирующими движениями, очень приятными движениями, чистит ваши зубки. Я стараюсь ухаживать за своими зубами. И в этом мне помогает вот эта вот щеточка. Я в восторге просто. А раз мы уже начали говорить о покупках, давайте покажу последнее мое приобретение. Это вот такой вот костюмчик. Давайте встану. Здесь, значит, брюки. Хоть это выглядит как просто комбинезон, это на самом деле не так. Это отдельно брючки и отдельно вот такой вот топик. Мне, если честно, очень нравится. Мне очень комфортно. Не жарко в этом костюмчике. Но моя мама считает, что это вверх без вкусицы. Она была вообще в шоке, когда увидела, что я купила себе такой костюм. А как вы думаете, красиво ли это смотрится или на самом деле это вверх без вкусицы? Обязательно пишите в комментариях, мне очень важно ваше мнение.